Прим-танк Продажи по причине его многочисленности Его действительно в рандоме Стало много и я искренне Поздравляю тех игроков Которые успели его купить Обзавелись им в своем ангаре Действительно танчик того стоит Те же кто не успел его купить Не расстраивайтесь Я думаю у вас в будущем еще будет Не один шанс исправить это Ведь в случае с Е25 Wargaming не был так категоричен И они не сказали нет Они не сказали никогда Поэтому стоит ожидать Е25 Появится в прем-магазине В спецпакетах Приуроченных Круглым датам В Wargaming или возможно На ближайшее 9 мая Так что не упустите свой шанс Ведь действительно Е25 это Мега фановая машина На ней очень классно и приятно играть В каждом бою вы будете получать Море удовольствия Позитива и фана В этом же бою Кроме удовольствия Позитива и фана Я получил целую кучу наград Настрелял целую пачку фрагов Но самое главное Я установил новый рекорд по дамагу Для себя на этом танке Который составляет на данный момент 3720 единиц урона Неплохой результат Как для седьмого уровня В большей степени Я этого смог добиться Благодаря горящим пауканам У вражеской команды Для некоторых игроков в рандоме Такая вещь как огнетушитель Это действительно роскошь И спасибо конечно же им отдельное За это Но не будем забегать далеко вперед В принципе бой мы и так увидим Давайте вернемся к нашему обзору И как обычно начнем его с истории Разработка проектов программы Е Призванной унифицировать производство Танкового парка Германии Началась уже ближе к концу войны Департамент по вооружению Германской армии все больше Склонялся к необходимости Экономить материальные и людские ресурсы Обязательным условием было привлечение Конструкторских бюро Которые до этого не сталкивались С проектированием танков Основными задачами ставились Увеличение внутреннего пространства Боевого отделения Сокращение сроков и затратности производства Стандартизация и унификация запчастей И агрегатов А также ускоренные исследования По системам стабилизации вооружения Машина Е25 это приземистый Небольшой истребитель танков По своим обводам похожий на Як-Панзер 38Т Он же Хедзер На замену которого в принципе его и готовили Также танку Е25 пророчили На замену Як-Панзер 4 И других штурмовых орудий И истребителей танков На базе ПЗ-3, ПЗ-4 И шасси иных самоходных орудий Состоявший на тот момент на вооружении Германии Многие из этих предчисленных машин Выполняли одинаковые похожие роли Но имели большие различия Как в конструкции, так и в вооружении Е25 был призван унифицировать Все это разнообразием Вооружаться Е25 должен был 75-мм орудием Л70 Тем же что устанавливалось на Пантерку Як-Панзер 4 и другие Которое по сути было очень эффективно Против любых танков-союзников Существовавших в то время Конструктивно также должна была иметься Возможность замены этого орудия Новым 7,5-сантиметровым КВК 44 Л70 Разработанными фирмами Кроуп и Шкода Для башни Шмальтурм Планируемся к установке На новом танке Пантера-2 Новое орудие Отличалось концентрическим Противооткатным механизмом Шкода также работала над созданием Автозарядника Способного обеспечивать До 40 выстрелов в минуту К концу войны Даже было проведено испытание Этого автозарядного орудия Но, как выяснилось Вся затея оказалась порочной Так как наводчик Просто не способен был За такой короткий промежуток времени Между выстрелами Обеспечить точную наводку орудия На цель Как альтернативное орудие Предполагалось использовать Гаубицу 105 мм Штук 42 Это орудие предполагалось Использовать на САУ Непосредственной поддержки пехоты С помогательным вооружением Должно было служить Зенитное орудие Калибром 20-30 мм Установленное В полностью вращающейся Небольшой башенке Подвеска предполагала быть наружной С новым типом установки Рычаг подвески Включал в себя пружину И амортизатор И имел ход на валу Установленном на внешней стороне корпуса На каждую сторону Приходилось по 5 блоков подвески На каждом из которых Устанавливалось по одному Большому дорожному колесу Дорожные колеса Перекрывали друг друга По привычной к тому времени Для германских танков Шахматной схеме Траки должны были быть шириной 66 см Такие же траки Использовались на пантерке Но в данном случае Предусматривалось лишь Один ряд зубьев Проходившим между Перекрывающимися колесами Дорожные колеса Должны были иметь Радиус 1000 мм И выполняться Из упругой стали Практически такие же колеса Но меньшего диаметра 860 мм Использовались на пантере G И планировались использоваться На непоявившемся пантере F Не путать с остальными Дорожными колесами Диаметром 800 мм Которые стояли на Пантере 2 И Тигр 1 Проружины должны были Располагаться внутри корпуса Блока подвески И иметь центральный Гидравлический амортизатор Каждый блок подвески Кребился на боковую И нижнюю часть корпуса Посредством болтов Так что если блок Был бы поврежден То его снятие и установка Не представляли бы больших проблем И не требовали для этого Специального оборудования Пронеплиты корпуса Должны были иметь Рациональные углы наклона Например верхняя лобовая плита Должна была устанавливаться Под углом 45 градусов От вертикали Крыша корпуса Должна была крепиться на болтах А башенка вспомогательного вооружения Имела смещение в левую часть корпуса Изначально планировалось Поперечно установить В задней части машины Бензиновый двигатель Argus С воздушным охлаждением Мощностью 350 лошадиных сил А также 8 скоростную коробку передач И агрегат гидроэлектрического Рулевого управления Еще имеются упоминания О двигателе Maybach HL 230 P30 Который устанавливался На Пантеру Но применительно к данной машине Скорее всего Такой двигатель мог трактоваться Исключительно как Испытательная силовая установка Будучи довольно отработанной И давно выпускающейся моделью двигателя Наличие 700 сильного двигателя Позволило бы Е25 развивать скорость До 65 км в час Вкупе с широкими траками Наличие такого двигателя Сделало бы Е25 Очень шустрым и маневренным Но в реальности И двигатель мощностью 350-400 лошадиных сил Давал бы такой машине Достаточный запас мощности Но так как чертежи двигательного отсека Отсутствует Тут остается много места для предположения Благодаря заднему расположению Двигателя и трансмиссии А также за счет Внешней системы подвески Е25 должен был иметь Довольно просторное боевое отделение Гораздо просторнее Чем у Хетцер Е25 в весовой категории Должен был занять место Между ПЗ-38Д Полностью германская Упрощенная увеличенная версия Чешского танка ПЗ-38Т И Е50 Фантера Шасси ПЗ-4 должны были Полностью сняты с производства А САУ на их основе Должны были пересесть На шасси ПЗ-38Д Которое по размеру И весу составляло Две трети от шасси ПЗ-4 Если бы Е25 успел выйти Против союзных Шерман и Кромвель Он стал бы практически неуязвимым С их стороны Также хотелось бы обратить внимание На то что Е25 не был проектом лишь на бумаге Несколько его корпусов были готовы К 23 января 45 года И находились в Катавице Готовые к отправке на испытательный полигон Немного увлекся я историей Но тем не менее Давайте вернемся к игровым реалиям Итак Что же мы получаем в игре Юркую, шуструю, малозаметную Скорострельную машинку В которой всего лишь 60 снарядов Которых иногда не хватает С слабым пробитием И с невысоким уроном Экипаж у нас состоит всего лишь из 4-х человек Это командир, который выполняет роль Радиста, наводчик, механик-водитель И заряжающий Соответственно, если вы планируете прокачивать Весь экипаж для ваших топовых ПТ-САУ немецких Соответственно, на Е25 у вас это не получится Из плюсов хотелось бы выделить Высокую максимальную скорость Высокую маневренность Высочайшую скорострельность Это просто чудо Самое точное орудие в игре Очень быстрое сведение И небольшие размеры самого танка Борис, хрен попадешь Минусы Это, конечно же, почти полное отсутствие брони Низкая бронепробиваемость Низкий урон И небольшой боекомплект Всего лишь 60 снарядов Их иногда не хватает Вот такой вот обзор На этом у меня все С вами был Слим Собернейк Подписывайтесь на канал Вот не тот Ставьте лайк Оставляйте комментарии Всем удачи в боях И пока Субтитры сделал DimaTorzok